В обычный будничный день сотрудник автозаправочного комплекса обнаружил на территории АЗК предмет, похожий на взрывное устройство. Такую легенду придумали специально для учений. Но похожая ситуация могла случиться и в реальности. Готовым к ней должен быть каждый. Я считаю, это та тренировка, которую необходимо проводить на всех таких объектах, как и для самих сотрудников данного комплекса, так и для всех служб, которые должны оперативно пребывать и понимать, что делать и как действовать. Главное правило для человека, обнаружившего подозрительный предмет – его не трогать. В данном случае сотрудник АЗК так и поступает. Следующий шаг – сообщить о находке администратора. У него есть доступ к тревожной кнопке. Пока экстренные службы в пути, необходимо обезопасить себя и посетителей комплекса. Первым приезжает полиция. Первым приезжает полиция, потому что они приезжают кинологи и полиция. А, соответственно, за это время обслуживающий персонал должен полностью закрыть въезд, максимально вывести весь транспорт, который есть с заправочного комплекса. То есть, скажем так, эвакуировать всех, кто здесь находится. Алгоритм действия специальных служб уже отработан, говорят участники тренировки. Укладываясь в норматив 10 минут, на заправку приезжают инспекторы ДПС, патрульно-постовой службы, скорая помощь и кинолог с собакой. Именно на четвероногого друга возложена миссия определить, опасен ли найденный предмет. Немецкой овчарке неважно, учение это или реальное ЧП, она сантиметр за сантиметром обследует место происшествия. В этот раз находка оказалась, конечно, не опасной. А значит, жизни людей на бензозаправке ничего не угрожает. Работа выполнена на отлично, констатируют члены проверяющей комиссии. Все отработали согласно всем своим положениям, своим нормативным документам. Не было замечаний, все приехали в срок и вовремя. И собачка проверила тот объект и дала понять, что, в принципе, все спокойно, все хорошо. При этом мы старались не ограничивать работу заправочного комплекса. По словам Александра Бутенко, такие тренировки в нашем районе проводятся регулярно. Ведь только быстрая и отлаженная совместная работа задействованных в ликвидации ЧП служб и рядовых граждан позволит оперативно разрешить чрезвычайную ситуацию.